физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель еду тренировать ирину новую ученицу как ногу уже месяц ее почти тренирую пока еду хочу поговорить с вами кстати вы мне очень часто задаете вопросы этот по поводу функциональных тренировок это вопрос друзья из разряда фитнес мифов опять-таки берущий свои корни там же где берет ересь о том что холестерин вредный о том что сухие завтраки с утра полезны в общем понимаете когда зарождался бизнес фитнес индустрии то она перестала иметь что-то общее со здравым смыслом вообще в принципе что подразумевается большинством под функциональным тренингом это улучшение общей выносливости но как говорил покойный уважаемый мной силуянов общей выносливости понятия общей выносливости не существует это все равно что те дурачки которые до сих пор верят что бег улучшает общую выносливость что он развивает сердечно-сосудистую систему на самом деле друзья бег больше имеет минусов и больше вредит вашему организму особенно если у вас лишний вес особенно если вы бегаете по беговой дорожке чем положительного эффекта кстати не раз уже было показано не говорю это слово доказано и исследования потому что блин неужели вы верите до сих пор в исследования конечно я уважаю Сацурина за его подход но поймите что все исследования которые происходят в мире происходят по предоплате и если не верите мне просто зайдите на любой оздоровительный сайт любой медицинский сайт американской компании какой-нибудь здравоохранения от инсульта начиная то ожирение посмотрите кто спонсирует эти учреждения вы будете шокированы поймете кто зачем проплачивает те или иные исследования и так друзья что же на самом деле такое функциональный тренинг в принципе как бы это смешно не было но вы просто подумайте функциональный любое движение которое вы делаете ну кстати за исключением бега многие думают что наши предки там бегали постоянно нет посмотрите как до сих пор охотятся в саваннах пустынных африки те аборигены которые еще далеки к счастью от цивилизации они не бегают за животными животные от них убегают они быстро за ними идут ходят двое-трое суток а животное убегает от них животное в итоге умирает от истощения реально можно даже охотиться без оружия и охотник уже чисто символически убивает загнанное животное а вот ходить пешком это да это прикладно это функционально но что я хочу сказать даже само слово функционально любое движение которое выполняется за счет мышцы можно назвать функциональным потому что функция мышцы приводить наш скелет в движение понимаете когда я еще учился в университете на факультете физической культуры и спорта нам тоже много об этом говорили и если говорить о функциональном тренинге как улучшение своих каких-то физических качеств кстати спросите у своего инструктора простое такое понятие сколько есть у человека физических качеств и какие они проверьте кстати и свои знания физических качеств друзья у нас с вами 5 это сила выносливость скорость координация и гибкость так вот друзья если говорить о функциональном подходе в котором принято сейчас об этом говорить то каждая из этих качеств нарабатывается тренируется отдельно от другого невозможно сразу же нарабатывать все качества вот с этой точки зрения функциональная тренировка невозможно точно так же как мы приходим к выводу что нет и общей выносливости я уже не раз рассказывал что общая выносливость это квинтэнсенция всех ваших физических качеств развиваем их равномерно равноценно по силу янову я за два месяца поднял уровень своей выносливости практически на максимум как я это проверял и вы можете это сделать тоже вы знаете кто смотрит мой канал уже довольно таки давно а каналу четыре года что я учился в спецклассе по футболу у нас были тренировки утром после школы то есть вы понимаете соответственно мы много очень бегали так как были футболистами и у меня всегда всегда была проблема с выносливостью именно с бегом на дальние дистанции я прибегал там среди девочек но никто в классе даже самый быстрый футболист не мог обогнать меня на короткие дистанции на короткие дистанции когда не нужна была выносливость когда нужен был максимум проявления взрывной силы скорости я делал всех что мне конечно очень нравилось прыгал в длину я тоже дальше всех и с разбегу и с места ноги отца мне генетически передались довольно таки мощные сильные выносливые относительно так вот почти десять лет друзья я бегал и утром и вечером после школы на тренировках и что вы думаете хоть на грамм выросла моя выносливость нисколечко в зрелом возрасте а моей мечтой всегда было играть в хоккей но я этого не мог себе позволить потому что жил в солнечной молдавии сейчас вот живу в солнечной флориде и у нас вообще просто не было катков по моему каток один единственный в кишиневе построили не так давно естественно все мы играли в футбол так вот когда я в 34 года впервые встал на коньки стал обучаться игре хоккейного вратаря в воротах я обнаружил что выносливости у меня вообще практически ноль для такого вида деятельности да и сейчас иногда подустаю но представьте себе ты на коньках многие думают стоит в воротах вратарь играет в воротах он не стоит он постоянно двигается он постоянно садится встает на колени встает лево вправо повороты прыжки развороты и все это без перерыва полевые игроки меняются вы знаете ноги порой забиваются так что постоянно постоянно мышечная усталость у меня но я ведь еще их качаю приседаниями так когда я узнал о методе повышение выносливости от силуянова я снял об этом ролик уже многие люди попробовали его на себе и отписываются его действительно реальной работе улучшение у меня повысилась выносливость и через два месяца я мог уже не то что 15 минут играть на льду я мог отыграть один матч спокойно а иногда не хватает вратарей кто-то не приходит у следующей пары команд меня просили я играл еще и две игры подряд представляете себе да так вот десятилетия бега не приводили вообще ни к чему а здесь два месяца специальной подготовки на увеличение митохондрии миофибриллах то есть увеличение специальных энергетических таких аккумуляторов в мышечном волокне привело меня к хорошей очень выносливости выносливость можно и нужно развивать локально и когда вы развиваете эту выносливость в каждой из мышечной группы вот тогда и складывается общая выносливость так что друзья прекращайте эту чушь в виде бега я не хочу оскорблять никого кто бегает я понимаю что многие от этого получают удовольствие найдите замену быстрая ходьба будет столь же полезной более приятной но самое главное она будет эффективной потому что бег тоже не сжигает жир бег пережигает ваши мышцы мы об этом уже тоже очень много раз с вами говорили так что друзья не забывайте об этом кстати не забудьте купить мою книгу отдельно книга для парней отдельно книга для девчонок вы узнаете очень очень много полезной эксклюзивной информации книги в электронном виде стоят всего 25 баксов пишите мне в контакт в личку я скажу вам как их приобрести я вам гарантирую что информация которую вы там получите перевернет очень многие взгляды на устоявшиеся точки зрения попробовав мои методы вы с гарантией будете расти в плане мышц выносливости скорости и терять жировые накопления причем эта книга что для мужчин что для женщин для натурального тренинга потому что сейчас очень много мифов когда тренировки людей сидящих на фармакологии преподносятся как самые лучшие на самом деле все очень просто особенно важно эти книги приобрести тем кто только начинает свой путь или начал вы сможете проверить грамотно ли вы идете понимает ли ваш инструктор то о чем говорит и вообще говорит ли он о чем-либо правильно если вы хотите быть инструктором если вы взяли на себя ответственность тренировать людей вы просто обязаны прочитать обе эти книги просто хотя бы для общего развития вы можете со мной не соглашаться но изучать вы должны любую появляющуюся информацию анализировать ее пропускать через призму здравого смысла желательно опытным путем доказывать ее работу или наоборот не работ только так вы будете действительно настоящим грамотным инструктором очень много важной информации которая упускается вообще но должна преподноситься в первую очередь для женщин и для мужчин друзья это не реклама это действительно огромный колоссальный труд в первую очередь практический немножечко теоретически накоплены более чем за 25 лет моего непрерывного опыта и нахождения на этом пути так что друзья в следующий раз когда вам будут говорить что та или иная тренировка функциональна спросите сначала человека особенно если это инструктор что он понимает под этим вопросом потом задайте ему вопрос какие бывают физические качества вообще у человека чтобы говорить о функциональном тренинге и когда если вдруг он вам ответит на это просто чтобы понимать спросите о классификации мышечных о классификации мышц и я уверен что 99% не ответят вам на это потому что прежде чем говорить вообще о каких-либо классификациях на деление на гликолитические окислительные промежуточные мышечные волокна медленные быстрые нужно понимать что такое что такое фазические и тонические мышцы я уверен что большинство из вас этого не видели но тот кто смотрит мой канал читает мои статьи в книгах это очень хорошо описано знает обо всем об этом и только так вы сможете грамотно идти по этому пути а вы знаете что чем правильнее чем грамотнее мы начнем наш путь тем более результативным он будет с точки зрения достижения той или иной цели и что самое главное он будет сохранять и даже улучшать наше с вами здоровье и физическое и психологическое не будет убивать центральную нервную систему и будет приносить только пользу друзья это я вам гарантирую так что читайте мои статьи смотрите видео абсолютно бесплатно за символические деньги покупайте мои книжки обязательно друзья делитесь моими роликами в своих соц сетях это лучшая благодарность если вам нравится то что я делаю делайте репосты пишите комментарии ставьте лайки дизлайки пишите почему лайк почему дизлайк и увидимся как всегда в тренажерном зале спасибо что смотрите пишите темы на которые вы бы хотели еще услышать мои размышления пока я еду туда или обратно я знаю многим из вас нравятся такие сюжеты из машины мне нравится размышлять дискутировать с вами появляются новые мысли нравится показывать вам что я могу не только написать статью которую кстати в принципе может сделать любой человек если засядет за изучение любой темы можно написать очень грамотную статью не являясь совершенно специалистом в той или иной области но когда ведется диалог монолог таким образом что нет возможности читать заглядывать куда-то еще только так вы видите насколько грамотен человек насколько он точно понятно может выражать свои мысли если они есть если у него знания если у него понятия а я вам постоянно говорю о том что знания не всегда гарантируют понимание к сожалению особенно в современный век это именно так но мы с вами на то и люди мыслящие логически для того чтобы изучать доступную для нас с вами информацию анализировать ее пропускать через призму здравого смысла и приходить к правильным выводам к правильному пониманию и это друзья должно стать для вас законом в любой жизнедеятельности особенно в такой серьезной связанным с риском для здоровья как занятия в тренажерном зале тогда вы сможете понять что для вас лучше бег или ходьба кардио или силовой тренинг стоит ли заниматься кроссфитом стоит ли издеваться над собой вегетарианством кетодиетами и прочей ересью опять-таки повторяюсь я не пытаюсь кого-либо обидеть каждый имеет право на свое мнение и на то как насиловать свой организм я же вас призываю только к одному включать мозги для того чтобы любое ваше действие было над организмом не насильственным а полезным ну все друзья я приехал и наверняка уже утомил вас своими разговорами поэтому увидимся уже скоро кстати на моем канале уже часов 8 назад вышла вторая часть лучшей тренировки для натурала обязательно посмотрите ее тем более что вы уже давно просите меня снять сделать этот ролик после того как посмотрели первую часть ну все друзья сейчас точно все всем пока